Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Итак, номер 76. Вопросы, пожелания и события дня задавать вопросы 25 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения престола. Я вот специально взял как эпиграф к этому, к теме, что каждый день давать отчет. И меня интересует, как он был, в каком настроении я специально все в интернете просчитал. У меня книги раньше были много. Издавал канонизацию, я уже считал его святым, до канонизации, задолго до канонизации. Поэтому мое отношение понятно какое. Это был самый плохой царь, какие только в России были, как государственный деятель. Страна росла, а куда привел все это дело? А как христианин это был самый лучший. Я же говорил, тут христианин и император. Ему советовал один человек, который криком кричал, не собирая, не воюя. Это Григорий Ефимович Распутин. Это настоящий пророк был. Самый оклеветанный человек. Это не Гитлер, не Сталин, а именно Распутин. Ну и дальше мне вопросы подают, которые задают вконтакте в Одноклассниках. Повторяю, я там не бываю. Заходите на наш форум. Форум. Форум Игнатия Лапкина. Форум на ГУФЭ. И вот смотрите, что здесь. Когда я говорю, а вы считайте, что здесь. Затормозите. А то модераторы переносят на форум мне, что там задают. На Одноклассниках везде. Твиттеры. Разные там Фейсбуки. Я не знаю даже. У нас живой журнал есть. А я там и не бываю. Несколько страниц своих везде. Прямо на меня. Я прямо вам отвечать буду здесь. Писать теперь я не буду. Мне некогда писать. Потому что на меня тут нападки. Сатана устроил. Через священнослужителей. Там Дворкина. Все на Д.И.С. Вот тоже какая тайна. Д.И.С. Дворкин Саша. Интересно до того там. Или фамилия у него. Или это Д.И.С. Совершенно к ним не относятся. От Муха Саша. У нас был один такой. Ну. Пошел в Еретики. Потом в Аптисах. Его везде прогнали. Он. Ну. Седьмой заповедь сплошь нарушал. И он их нашел. Этих. И теперь с ними тоже нападают. Ну и что? Ну. Просто я сегодня отвечу на это. Это ничего не значит. Это Бог допускает. Они бы не родились. И не было ни Гитлера. Ни Сталина. Господь допускает. Определенная цель. Закалить нас. Подготовить к большему. Ну и объявление. Что у меня роликов много. Помогите краткое содержание сделать. Вот считайте. Что здесь написано. Вот. Сейчас помогает много Кальмаев. Коля Николаевич. Сейчас не видно. Его тоже помогал. Сколько. И вот как это. Помощь им. И потом. На нашем сайте. Я сейчас попутно даже отойду. Здесь. Показать сайт. Вот он наш сайт. Вот он как выглядит. Посмотрите. Православный ибрейский сайт. Вот. Кнуть. Это православный форум. Здесь на видеоканал. И вот здесь. Книги есть. Вот. Я покажу какая книга. Для слова Божия нет уз. Вот она лежит. По ней я буду говорить сейчас. По этой книге. И здесь мы найдем многие-многие ответы. 4124 ответа. Кое-что уже отмечено. Вы сами здесь заходите и находите. И вот там-ка у нас много. Это моих 38. Ну это 43-44 книги. Каждая книга 752 страницы. Это не брошюрка. И вот нужно перевести вот в эту вот. Какая-что. Посмотрите там. Там много у нас роликов. Прямо на сайте. На сайте. Ну и дальше объявления. Считай. Идут занятия по изучению Святой Библии. По толкованию святых отцов. По скайпу. Каждую среду и пятницу с 15.00 до 16.30 по Москве. Сейчас занятие. Полчаса к тому вопросы и ответы. Занятие ведет Сергей Пупков. Набирайте его позывной Пупков Сергей 1. Вот посмотрели как. Запомните это дело. Как раз сегодня пятница. Ну вот. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Не могу не поделиться очередным, с кавычкой, светофильтром. По вашему меткому определению. В вашем новом ролике есть интересный момент. Хотя и эпизодичный. Вы говорите о полезности знания опыта смертности через наблюдение за падшими животными. Не могу не согласиться. Там же вы приводите в качестве примера протеерея... Протопопа. Протопопа вакуума. И Войфа Мессинга. На жизни которых оставила глубокий след смерть коровы, видя на имя. И мне-то сейчас вспомнился еще один сходный случай. Не менее известный эпизод из жизни Фридриха Ницше. Который уже в будущей возрасте мужа стал очевидцем шестокого избиения лошади кучером. Что спровоцировало у мыслителя мгновенный нервный срыв и дальнейшее умопомрачение. Ну как еще бывает даже. Так не даже. Это я говорю про детское. А дальше это уже колит человек. Все и Бог это так сделал. До времени тварь стенает и мучается. Ничего там нет. Но через это находят люди тоже приближение к Богу. Рассуждаю о том без всякой мистики. Но полагаю и за этим стоит нечто. Ведь именно смерть крупных копытных животных выступает для очевидцев с низким психоэмоциональным порогом. В скобках, а все выше упомянутые именно таковые. Без сомнения. Становится как бы одним из ключевых моментов их жизни. Здесь же вспоминается и одно из самых известных и ярко образных стихотворений Бадлера. Бадль, спровоцировавшая целую тенденцию своей эпохи, эстетику безобразного. И центральный образ в этом стихотворении вновь лошадь. Сопадение ли? Видите, какие вопросы дает. Он преподает в государственном Красноярском университете, в академии государственной и при епархии. И так как он со мной бывает, а эти недруги смотрят, и они напали на него и теперь выгнать его отовсюду. Сектант. А в этот день только не напали. У него сразу приглашение ввести работу с сектантами. То есть они ничего не успевают. Помолитесь о тех людях, которые полностью потеряли веру, нечестивые, стали служить просто сатане. Злоба, ярость, клевета – это сатанинские качества. Может быть, Бог их помилует? Я отмечаю. Из близких по месту до жительства животных, пернатых и прочих водяных и подземных, именно лошадь и собака идут почти наравне по высшей шкале интеллекта. Не потому ли и сходятся даже вовсе разные гробокопатели, что именно эта двоица была первыми прирученными животными, изменившего многое в жизни даже Робинзонов Круза и рангом пониже. Корова вроде еще ближе, но интеллект у нее ближе к кормушке и пойлу. Почему Дух Святой их и сравнивает с этими более глупыми созданиями, еще более и несравненно глупым человеком, проигравшего сразу по всем параметрам этой жвачной и пронакопытной кормилицы? Это я ему отвечаю. Пророк Исаия, 1 глава, 3 стих. Вол знает владителя своего, и осел, ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. То есть бык знает, осел знает, а Израиль не знает, это мы такие, мы хуже быка, хуже осла. И уж совсем глупыми наяву и в сравнении опять же с их владыкой-человеком будут овцы, голуби и упрямая телица. Ося, 7 глава, 9 стих. И стал Ефремко, глупый голубь без сердца, зовут египтян, идут в Астерию. Ося, 4, 16. Он как раз голуби сейчас и воркают у меня. Ибо как упрямая телица, упорен стал Израиль. Посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Матфея, 10, 6. А идите наипащик погибшим овцам дома Израилева. Матфея, 15, 24. Он же сказал ответ. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Послан, послан. Это посылает и дети. А тут сам Господь послан. Это погибший. А погибший кто? Ну, считай. Псалом 72, 22. Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Когда не разумеет, как скот. А он мертвый, как погибшим. Ну, мертвая скотина как называется? Скотомогильник. Скотомогильник, как у людей кладбище. Для скотина это не кладбище, скотомогильник. Я говорю, сегодня положение в церкви, патриархийное, это скотомогильник. Совершенно невозрожденные люди приходят, зачем, не знают, шевелятся. Как таково это в большом понятии церкви-то нет. Тем более православное-то. Все искажено, что только можно исказить. Вот откуда я даю определение. На личности в храмах скотомогильник во главе с главным маркетаном. Маркетаном, который скотину обрабатывает, убивает. Преосвященным Каином. Иезекиэль, 34 глава, 8 стих. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены, были на расхищение, и без пастыря. Сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастырей самих себя, а овец моих не пасли. Ну кому не понятно, что это деньги, 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 везде. Все продается, все продается в церкви. Да пакетик какой там, не знаю даже. Господь говорит, сделали с добычей всякого зверя. Пастыри мои, пастыри, законы рукоположные. Они не искали овец, они никого не знают. 506 свадеб было сыграно в епархии. Я спрашиваю, а сколько развелось? Ничего не знают. Сколько крестили, ну которые зафиксированы, а которые просто деньги в карман попуснули, тех еще может больше было в советское время. Ни одного не знают. Пасут сами себя, то есть кормушка, как говорил тот доклад, Хризастом, виленский митрополит. И говорит, обязательно попа, у кого, говорит, ну главный-то доход-то у попа в те времена, говорит, обязательно забор зеленой краской. С чем свазано, говорит, я не знаю. Зато пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот, я на пастыре. Я на пастыре, не Игнатий. Чего вы на меня-то гнев направляете? Это на Бога надо направлять? Он на пастыре, он уничтожает, будто вас забутили. А они будут выжжены все, это абсолютно определенно. Не будет никого из них. Бог выметит этот мусор из храма. И взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя. И исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. То есть они сжирают. И за упокои везде берут, и берут деньги. Ну все абсолютно везде. Господь говорит, не будут более пасти. И исторгну из челюстей они пожирают все. Самое негодное сословие, которое есть у нас в стране сегодня. Писала комсомольская правда, самая страшная церковная мафия. Потому что они это делают. Ну, у мафии и то бывает там совесть. А здесь нет. Нет никакой совести. Так он ради Бога делает, убивает-то. И будут думать, что служит мне. То есть вот как это будет. Бог отвергнет их. Они туда забились, порторги бывшие. То есть самое негодное сегодня, самое бесталанное там церковь на священнике. Раньше времени до 30 лет ставят. Жены какие были там, ну просто блудницы какие. Если она не девственница, он женился на ней. После крещения не имеет права он быть. Каноны все попраны. Всего я делал раньше исследования. 719 действующих правил, книга правил. 413 каждый день нарушаются. Но эти данные уже устарели. Это лет 20 назад я закончил их. Сегодня там намного больше нарушается. Напоминание о смерти и гибели явлено было в казнях египетских и на скоте, и потом уж на первенцах. А это единая цель, за которую тянул Бог и Ягова своих избранных, чтобы зарыть их в барханы и дюны. То есть враждовать на меня нападает, я к этому подвожу все-таки. Юрий отвечает. Потрясающе, просто потрясающе, Игнатий Тихонович, истинно, Дух Святой движет вами мощно и цельно, словно паровозная тяга. Ну как объяснить еще, что лишь вчера вы сказали о светофильтрах? Сегодня я словно вскользь уловил этот эпизод из ролика. Вспомнилось то, о чем написал. Да и написал скорее в виде риторического вопрошения. Не ставив, в общем-то, какую-то целью получить конкретный ответ. А тут от вас приходит такой ответ. Истинно, Слово Божье, это Слово Божье. Аллилуйя. Да. Как всегда, понравился ваш ролик с Сергеем Ильиным. Он интересно сказал, что все вместе увидимся на Страшном суде. Перечислил Сергей Томского и Рея. Гонителей которой, Дугин Сергей. Американского бывшего баптиста. Баптиста это Скуратовский. Дворкина. И Дворкина. Мы неоднократно говорили о аббревиатуре имени С.Д. Так ведь Саша Дворкин, к слову, тоже С.Д. Интересно, вот сколько смотрю, нападает. И как будто и кто-то ищет специально С.Д. на меня. То есть в этом тоже Господь как бы дает знамение. С.Д. А я сразу пишу, Сатана и Дьявол. Сразу понятно. То есть он и берет их. Не они, а их берет. И поэтому гнев на них какой может быть, кроме сожаления? Потеряли все. У них веры никакой нет. И дальше. Вики Оллс из США. К моему большому сожалению, я не могу присоединиться к группе по онлайн изучения Писаний. В 15 часов по Москве у нас в 6 часов утра. Я начинаю работу с 5.20 утра. И моя смена до 5.20 вечера. К сожалению, слишком большая разница во времени. Дальше он поставил один материал. Архимандрит Павел Груздев. Послушайте, как интересно оно. Однажды отец Павел, уж старенький полуслепой, попал в большой город. Вместе с одним митрополитом он и служил там службу. Митрополит дал отцу Павлу деньги на обратную дорогу, и они расстались. На поезд доставалось время, и отец Павел решил пообедать. Заходит он в кафе, а девушка за стойкой говорит ему. А вы, дедушка, лучше уходите. Вы плохо одеты. И смотрит на его ноги. А на ногах у отца Павла валенки. Когда он уезжал из своей деревни, стояли морозы. А приехал в город, наступила оттепель. И с валенок на полно текли лужи грязи. Я это понимаю так, потому что похоже на меня. Потом батюшки тоже старые, ношеные, чемоданчик, руки вытертые, со священническим облачением внутри. Девушка, видимо, решила, что это какой-то бродяга. Отец Павел ушел. Ушел, она его выгнала оттуда. Приходит в другое кафе, больше похожее на... Где оно? Вот оно что тут. На столовую. Ему говорят, у нас тут комплексные обеды. Что ж, отвечает отец Павел, это хорошо. Поставил у ножки столика чемоданчик, взял поднос, получил на него некомплексный обед, первое, второе и компот. То есть зараз брать, все. Поставил обед на свой столик, только собрался поесть, забыл ложку с вилкой. Пошел за ложкой с вилкой, возвращается, за его столиком сидит какой-то мужчина. И есть его первое. Первое компот. Раньше можно было только первое брать, а теперь нужно комплексно, сразу первое, второе и третье. Вот тебе и комплексный обед. Сел отец Павел напротив и ни слова не говоря начал есть свое второе. Съел второе, хлеб по карманам разложил, а компот с тем же мужчиной поделили поровну. Тут мужчина встает и идет к выходу. Отец Павел глянул, не знача под стол, а чемоданчик это и нет. Тот жадина украл. Съел половину его обеда, да еще и чемоданчик унес. Встал отец Павел из-за стола, побежал за вором, вдруг смотрит, стыд его чемоданчик. Только у другого столика и обед на нем нетронутый. Перепутал. А мужчина того и след простыл. Тут отца Павла тоже голова заболела. Даже? А, даже голова заболела. Вот ведь какой человек смиренный оказался. Ни слова не сказал, когда отец Павел половину его обеда съел. Кто съел-то у кого? Вот как. В жизни бывает такое. Дальше. Владимир Миков. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вы бы могли пояснить о меморандуме о создании новой мировой религии? У меня все это на форуме есть. Все, абсолютно. Не буду я повторять. Заходите, да. Ответ. До Христа люди верили по-разному. Но своему богоизбранному еврейскому народу он дал закон, который в первой части Святой Библии. В Ветхом Завете, в исходе 20 глава и далее. Вот один спрашивает, а какая была вера? Вот это, тут один, ну видно, молодой человек спрашивает. Если Адам был такой, так Адам тоже православный был. Вот куда уже пошли корни православные-то. Галина Влеська. От Галины Влеська город Новокузнец. О, указала город Новокузнец, задолго это ее. Но она смелая женщина-то. Дорогой наставник, любезнейший Игнатий Тихонович. Понимаете, какие слова говорят, ни разу не встречались. Но она все время здесь находится. Примного благодарна за приглашение на вашу скайп-конференцию по изучению Святой Библии. Наблюдая за женской половиной во время многих дискуссий, понимая, что не женское это дело. Видишь, как она рассудила? Ребро, оно и есть ребро. Как у человека, говорит, только есть одна кость, которая нет мозга, это ребра. И за приглашение для всех, и за заботу о моем спасении для незнакомого вам человека-женщины. Земной поклон. Всем радоваться и слава Богу за все. Вы в общине и вне ее работаем. А также знакомим желающих с вашими ресурсами. Где просто, там ангелов со ста. Всем здравия и спасения, даже блудным сыновьям. Скоро неделя. Милость Бога безгранична. Аминь. Но он за то, что дорогой наставник, любезнейший, нападут обязательно на нее эти лютые волки. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Помяните с братьями в моем литвах ваших Богу, Андрею и Софию. Изначайте чадом люди верующие обратились с просьбой через меня к вам. Низкий поклон к братьям Никите и Владимиру, спаси Христос. Ну, в первую очередь, надо ли, надо ли. Блаженность чрева не носившая, сосы не питавшая. Помните, все стоит рядом. Нету и нет, надо успокоиться. Ко мне многие обращались. Я молился, везде Бог дает ответ. Дает ответ. Ни одной молитвы почти нету, чтобы у меня есть только 40 поклон. Господи, помилуй, почему Бог не отвечает? Видимо, уже настолько далеко ушли и здесь. Дальше. Посмотри, как Путин отдает Россию Китаю. Вот это, поглядите сами. Как? Порочество исполняется. Китайское нашествие в действии. Посмотрите вот здесь вот, что как есть. Я не сужу. Земля пустует, некому жить, поэтому отдают добровольно Путин в заслуги. Без атомной войны. Китай поселится и дороги строит и проще. Дальше. Так, Виктор Скоротовский, 7 февраля. Это мне прислал Марьясов. Это недавно, вот совсем. 2016 года. Пишет, для кого упырь Лапкин православный, для того Бог не отец. О, как еще. Во-первых, я Лапкин, это о ком? Конечно, обо мне речь идет. Если кто считает, что я православный, то он уже знает точно, Бог, отец, тех людей никого не примет. Вы понимаете, куда зашли? Это не гордыня, не прелесть. Это вообще, вдумайтесь в это. Я не знаю, каким светом это показать, чтобы это увидели. И он думает, скрывать будет или ничего подобного. Я это размножу. Значит, у нас служит, считает меня православный митрополит Сергий Иванников. Просит сказать проповедь. Приезжает с секретарями, с епископами, с этими, со священниками. И причащает меня. И все это видно, снято. Он причащает меня. Значит, причащает. А он считает меня православным. Он не знает, что упырь Лапкин-то. Бог не отец и для митрополита, и для всех. Сколько благодарностей я сейчас разъясню это дело. Вот если бы он был здесь, это в газете было, это мы можем и достать даже где угодно. Я его разузнал уже. Вот он бы был в суде. Доказать, что я не упырь, мне не надо. А может, я и упырь, действительно? Но он должен доказать это. Доказать такой порядок в суде. А он что докажет-то? Что я съедал кого-то или что-то? Он ничего не может доказать? Почему? Лопается от злости. Сосует дьявол и делается. Он не понимает, что... Да это я на него-то ничего не имею. Стоит на ним. Он Виктор, это победитель. А какой победитель-то? Побежденный. Анти-Виктор. Александр Марьясов отвечает ему. Для меня, Игнатий Тихонович, лапки не упырь, а брат во Христе. А Господь Бог, Отец наш и надежда в односпасение. Лишь, он от Отца Небесного отвергает уже всех, кто не просто не знает соснами, а за упырь, а должен считать. Он поставил условия. Это похлеши гонения, которые устраивал Гитлер на свидетеля Иегова. Это похлеши Сталина. Кто не с нами, тот враг. Так не просто не с нами, а должен вот это клеймо, вот эту черноту признать. А православным? Не-не, лапки никакой не православной. Понимаете, куда уже заехал это? А почему? Они не знают еще на кого натолкнулись. В другом месте они бы это не знали. На мне они будут биться до конца, пока не исчезнут. Ну, я избранник Божий, повторяю, они умирают от этого слова. Я верующий, я каждый день за них молюсь. Господи, не помени им этого во грех. На суде Божьем не помени им этого безумия. Виктор, там еще один, там другой, Дудин. Он говорит, прости им, Господи, они не знают, что худо творят. Так, вы просто с батюшкой больны ненавистью к Игнатию Тихоновичу. Вы про все забыли. Вы с батюшкой засыпаете и просыпаетесь. Кушаете пищу или молитесь. Бываете в храме или на работе. Единственная мысль не покидает ваши головы. Как отомстить Игнатию Тихоновичу Лапкину? Вы страшно больны. Отомстить, а за что? Началось, когда я был еще летом в деревне, работали, и они вдруг пошли. Я пригласил патриарха. И тут сорвался. Патриарх, а он рядом был. Он мог приехать, как бы его тут ФСБшники отпустили-то. Вполне. Тем более, патриарх, тот спрашивал у нашего Антония Масендища, какие отношения с Игнатием Лапкиным. Потом в добром намерении. Нигде. Еще бы он про упырей-то спрашивал-то. А Виктор Скуратовский? Совершенно верно. Лапкин, вам брат по лжеучению и сатанинской ереси. Видите как? Ересь еще бывает сатанинская, не сатанинская. То есть С, он оправдывает. Скуратовский, что это внук Скуратова, видимо, который задушил митрополита Филиппа. Она фамилия-то сохраняется. Это душители. Душители. Я объясняю, что значит фамилия. Лапкин у меня, каллиграф был, прадед. И он писал заявление людям, когда приходили там с какими-то просьбами. Ну, его вылавли. Он писал ногой. Лапкой, говорит. Его Лапкой прозвали. Ногой писал. Вы, к сожалению, такой же еретик и враг Церкви Христовой, как и упырь Лапкин. То есть упырь часто повторяет, я его выделю особенно, упырь. Понимаете как? Он только один раз сказал следующее, все, он уже не понимает, что говорит. И еретик, и враг Церкви Христовой определяет сам, кто. А вот этот наэс, Скуратовский, сын Скуратова, душителя митрополита Филиппа. По всей вероятности так. Фамилия-то не откуда-то берется. Это Иванопа-то, от Ивана Марьи, это Марьин Марьина, курицы, курицы увидали, кузнецов. Александр Марьясов. 19 февраля этого года, рядом прям совсем. Мир вам. Да, вы правы. Игнатий Тихонович, мне брат во Христе. Виктор, благодарю вас за данную во мне характеристику. Но я, наверное, еще даже хуже, чем вы написали. Простите, если я вас чем-либо обидел. Храни вас, Господь, и родных вашему сердцу. Вот она же ответ какой-то. Они понимают это. Я теперь отвечаю. Прозаконие 32.10. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Я говорю, это применяю к себе. Псалом 16.8. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня. Укрой меня. То есть вот есть Псалтырь книга. Я каждый день считаю и вижу, все там про меня написано в Псалтыре. А они про себя не найдут ни одной строчки, кроме как гонители, доики, изменники, предатели. Захария 2.8. Ибо так говорит Господь Савоок. Для славы Он послал меня к народам, к рабившим вас. Ибо касающиеся вас касаются звеницы оком его. Вот он кого коснулся. Они еще не знают, на что натолкнулись. У меня были суды. Суд еще не кончился. И поле мертвое. Лучший корреспондент писал. Сам Мальцев Александрович. Наши завязанным. И я его резал. Там профессор против меня выступал. Остановили пацаня-то. И изрезали. И главное, резали задницу только. Ножами. Притом это не один, не два. Если один, два еще как-то. Теперь я поясняю. По словарю Ожигова Сергея Ивановича. Упырь. Я мужской. Тоже что вампир? Тоже вампир. То есть я вампир. Ну тоже там не дается пояснение, а только упырь. Дальше вампир. Вампир. Первое. Крупная летучая мышь. В некоторых видах кровососущая. Второе. В сказках народных поверьях оборотень-мертвец, выходящий из могилы и сосущий кровь живых. То есть видите, оборотень не тот, мертвец, который сосет кровь живых. У живых. А сосут-то они как раз. Я теперь и понял. Это упыри на меня лезут-то. Они сейчас не стали уже говорить. Гордыня больше и прелесть, чем у них. Это нельзя, это патриаршая. Вся гордыня, прелесть, все там. И вот теперь. И дальше третье переносное. Жестокий человек кровопийца. Через запятую. Ну вампирский, вампирская. Жестокий человек. Кровопивец. То есть на кровопивец, это говорили на Давида один. Кровопивец. Я-то все нашел. И теперь я поясняю. Давайте посмотрим, что Библия говорит об этом. Вампир я или нет. Вот попутно сказать. Смотрите. Вот эта вот книга. Я покажу для слова Божия нет уз. Второе Тимофею 2.9. Вот оно как выглядит. Ламинированное. Это второе издание. Вот. 752 страницы. Много фотографий. Я тут буду показывать. Считать. Откуда все это идет. Это Господь так сделал. Тут я на презентации. Начальник лагеря. Это книга. Написана на одних документах. Документы. Зарубежная печать. Местная. Выступали, которые прокуратура края дает ответ. Как меня судили. Все здесь. А упыря нету. Я реабилитирован. Ничего нету. Нету. И при том письма от кого-то. От самых больших лиц. Вот я был в Жордан-Вилле. Там жил. Прямо в монастыре. И вот тогда лавр еще был. От лавра огромный-огромный ковер получил. Он не дошел. Правда, везли. Ну, там в контейнере где-то. И вот там я многое нового увидел. Выступал. Они объявление сделали. Будущее России во свете Святой Библии. Там китайцы, корейцы с переводчиками были. Ну, это интересно. 1992 год, август месяц. Август месяц. И вот там, где я был. Они издают журнал «Русь православная» или «Православная Русь». И говорят, у нас был удивительный человек. Это пишут. Это в этой книге все это есть. Это как будто жития живое. Жития. Меня приписывают к житейным биографиям. Ну, видели бы упыль-то. Нет. Кровописцы нету. Вампира нету. Дальше. Исайя 24 глава 16 стих. От края земли мы услышим песню «Слава праведному». И сказал я «Беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют и злодействуют злодеи злодейским». Вот смотрите. От края земли песню «Слава праведному». То есть храмы служат. Все. И он когда знает, кто это поет, какие там скуратовские, какие дуды. Но он сказал, что? Беда мне, беда мне. Кто взялся за это дело? Кто руководит? Люди, у которых ничего в совести не осталось. Они не смотрят ни на возраст, ни на опыт, ни на жизнь, ни на пользу. Не по его, а что не по его, я ничего не брал. За ними не гонялся. А они образовались в эту шатие братья, там сколько их наброс. Это называется кодло. Это не мое выражение. То есть шатохи – это собаки беспривязные. И они бросаются. Я называю кодло патриархийное. Я доказываю, почему. Ну, 20 глава, 29 стих. Апостол Павел собрал, когда их, священников, всех там, епископов, и говорит, будет, говорит, превратно, превратно, чтобы увлечь за собой лютые волки. Лютые, то есть бешеные. Слово лютые волки один раз встречается в Библии. И только про священцев. Конечно, про таких вот. И дальше. Лука 6, 22. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Если бы я был неверующий, пил, гулял, они нападали бы бы? Нет. А я верующий, верующий. Я в Скуратовске-то еще взбесился там, когда беседовали по скайпу. Я сказал, что вы неправильно там беседуете с сектантами-то. Они не церковь, потому что нет рукоположения. А он у бопистов был. Это засланцы оттуда. Зачем ты перешел-то, когда они церковь, то у них все лучше. И он вот именно с этого ролика. А Сергей Козлоп как раз ролик составил. И опять пролетели мимо. Мимо пролетели. Зарядите этот ролик, увидите. И опять пролетели мимо. Дальше. Лукаш 6, 11. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Вот они пришли в бешенство. Ну, а я служитель Господа Бога. Я служу Ему как? Как могу. И вот они пришли в бешенство. И говорят между собой, с Дудиным, там какой-то Дулевич, что всякая шатия, братья, собирается в кучу. Кучи. Мы ни на кого не нападали. К нам это слово не относится. Это именно кодло. То есть сброд какой-то бросается, что... А я каждый день поминаю именно. Прости им, Господи. А у Сергея Дудина квартиры нет. Дай ему по сегодняшний день. Не вмини им этого безумия. Матфея 10, 25. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. И для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома называли Велизи Волом, не тем ли более домашних его? Вот он и говорит, сатанинский, сатанинский. Это они исполняют. На мне это исполнилось. А я о нем не могу сказать. Я знаю, только сатана действует. Он прямо сатаной называет меня. И там, ну, что только может где-то. Это предсказано Христом. Я вижу, он подтвердил мне, что да, я на правильном пути. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнанно. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. Вот и говорим. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, большего Бога, кто может и душу, и тело погубить в геи. Иногда пишут того, кто с маленькой Бухой. Бойтесь сатаны, нет. Бойтесь только Бога. Сатану не надо бояться. А что он сделает? Они мне вреда никакого не сделали. У меня нормально перерабатывается пища. Так что спрашивается? 77 лет уже будет вот-вот. А они-то до моего возраста доживут, нет. Может ли это говорить мусульманин, где мы были? Никогда. Так, чтобы нападать, говорили на меня КГБ. Не было этого. Они какие-то искали документы, подтверждения. Этим ничего не надо. Почему? Сбились пути. И нет жертвы за грех для них, но некое страшное ожидание огня. Помолитесь за них, его Виктором звать. Это несчастный человек, Дудин. Вот он, представь. Если только меня не признают за упыря, то Отец Небесный уже это утверждает. Даже сатана этого не говорит. Это уже выше куда-то залезли. Или то есть ниже. Марк 3 глава 22 стих. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе в Ельзевула, и что изгонять бесов силою бесовского князя. Вот так. То есть у меня обращаются сектанты, преступники каются, лжеправославные, псевдоправославные. Это на меня какие наклейки. Как отец Александр Мень говорит, говорит, как чемодан обклеенный с этикетками. Это я лжепроповедник, лжемиссионер. Это все и в эфире выставляют. Я вчера посмотрел, там уже что делают. Весь эфир засорили или засыры. На атом, нужно говорить уже. Просто и ничего не мог. Одно и то же повторяют. У них ничего нет. Пока они это говорили, вот нападать вначале, у меня вышло где-то более тысячи роликов только где. Каждый день даем отчет. Евангелие Трианна 15 глава 20 стих. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Вот так. У меня гонят. Я опять похож на Господа моего. Его гнали, меня гнали. И они ничего нигде не доказывают. Но все то делают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Они Бога не знают. Они потеряли веру. Веры совсем у них нет. И у кого если расположится в сердце, что я говорю, помолитесь о них. Помолитесь. Потому что все это пролетит. День пролетит, как меки на Писании говорит. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе. Если бы они не знали мою биографию, они не имели бы греха. Но они знают. И видят в эфире, что я сделал. Вот у меня Господь говорит по делам. Смотрите. И они гонят и вы знаете это. Я сейчас буду показывать документы. Которые говорят, что я не упырь, не вурдалак, там как они, вампир, там еще что-то. Нет. Нет. И тут заметили бы хотя бы один. Все-таки мне уже 77-й год. А наоборот. За мной гонялись епископ и священник. И бесшумно это можно делать. Навсегда и везде будут знать, что у Никиты есть что-то. Как заголовок. Это пословица говорит. У господ в кармане, а у рабов под ногами. Дальше. Второе. Первое. Фессионникицам 2.15. Которые убили и Господа, и Иисуса, и его пророков. И нас изгнали. И Богу не угождают. И всем человекам противятся. Ну, подходит это. Я не противлюсь. Нигде не нападаю. Я говорю о том, что есть. А здесь именно в куче. Найти что-то. Нет благодати в батюшке. Служить он не может. Ну, и проще самое. То есть полное, абсолютное безумие. Деяние 7 глава 52. Да ты можешь не называть даже эти имена. Тут все видно. Считай. Кого из пророков не гнали отцы вашим? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. То есть они предатели и убийцы. Это они отвергают всех людей, отторгают, чтобы не слушали. И, значит, для них Царство Небесное закрыто. Видите, к чему? То есть это прямо сходится. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Называется православным и ничего нет. Ужас. Слушаясь, и они рвались сердцами своими и скрижетали на него зубами. Вот как. Каждое слово сходится. Скрижетали. Прям готовы убить. И не я говорю это. Они напали на нашего митрополита. Вот эти изверги рода человеческого. Изверги. Вот. И мы разговариваем по телефону как-то. И он говорит, а кто это такие нападают? Что-то такое впечатление, что они вас убить хотят. Это у митрополита патриархийного сразу сложилась мысль. То есть никакого предела нет, ничего. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов. То мы и познаем из того, что последнее время. Это последнее время. Вот такое. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Ругатели. Я работаю там, на еще пруды, дороги. А они клеймят. Со всех сторон Лапка, щена Лапкин. Там воробья увидят. Воробья, кот ловят. И что? Кровописца, вампир. То есть у них ничего нет. И я благодарю Бога, что они ничего во мне не находят. Как Христос говорит, приходит, говорит, князь миросевый, во мне не находят ничего. Ничего нет. И в Дворкино подключили, и рождественские чтения, и Почаева там разбирали, и разный цензорский отдел. Да мне еще не брать-то. Такие книги, вот такие вот тома. Вот это, к слову сказать, есть книга пост на патриарху, Путину, Медведеву. Это вместе с Новым Заветом я дарил. Посмотрите еще раз, какая книга. Здесь столько фотографий. Из одних документов, это срез истории. Тут и священники, что и епископы, кто говорили. Дальше. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим похотям. Наглые ругатели, вот оно и есть. Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. То есть, они не понимают, что я в два раза старше его и прочее. Но я этого не прошу даже. Ну, однако, говорится, об этом не уважен. Какой важен? Он сразу вот зашел на Марьясова. Если ты Лапкину упырем не считаешь, тому Бог не отец. Ну, ты же совершенно сумасшедший человек. Бешеный. Почему? Он не знает, кого коснулся. Зенец и ока. Я Богу служу 53 года сознательно. Да и до 23 лет меня Бог хранил. Я не знаю ни женщин, ничего. Меня Бог от всего хранил. У меня великий страх Божий был. Они его не испытывают. И поэтому, Игнатий Бричина говорит, страха Божия не был. Начни сначала. Любви даже не толкуй. Предатели, наглые, напыщенные, более славтолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Это я вам говорю. Где они в вас заходят, их заносить в черный список. Не заражайтесь. Они идут у меня тут же есть, в моем мире-то, кто фотографии. Они по ним рыскают все, больше ничем. Они не молятся. Если бы молился, разве время было бы для такой пакости? Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Ибо если, избегнув скверны мира через познание Господа, и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутывается в них и побеждается ими, то последний бывает для таковых хуже первого. То есть он берет всем злейших, часто причащается. И как-то связано с миссионерским отделом. Это самая глубокая яма. Какие отделы? Тебя Дух Святой побуждает, ты пошел. А дело? А чего-то они будут давать. А кого? Обходят суши и море до Америки. Делают сынами гиены вдвое худшими себя. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. То есть они или были злобны, сделались еще более злобны. Теперь уже коллегиально у них, коллективная злоба. Но с ними случаются верные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет вываляться в грязи. Из грязи в злобе. И как мы считаем царю небесное? А избавят всякие скверны. Вот царю небесное молитва. Я вел занятия в пяти университетах, и начинали занятия, тут иконы стоят, все официальные, университет не маленький, 21 тысяча студентов. И иконы стоят, и начинали царю небесное пропоют. Я делал вступление, объяснял молитву царю небесное. Это 20-25 минут, вступительное слово у меня такое, двухчасовые были занятия. И 60 проповедей сказал. 60 на одну молитву только. Как Иоанн Златоуст в Деянии Апостолов объясняет. Заголох 6 проповедей. Исайя 6.1. Всякие ненавидящие брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. То есть вот кого они отвергают и прочее, это человек-убийцы. Вот я сказал о Златоусте. Ну, я не Златоуст, у меня образования-то нет. Но ставят фильм «Златоуст» из Потеряевки. «Златоуст» из Потеряевки. И фильм занимает первое место в России. Документальные фильмы, там профессора и прочее. Ну, увидели бы, что это упыль там сидит или кто-то. Первое место в России. Занимает теперь первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм. Тоже там я главный участник оказался. Это предчувствие. Еще есть «Глаз вопиющего». Второе крещение. Это тоже обо мне. Государственные фильмы. Ну, кто-то бы увидел, что это упыль перед ними-то. В детском лагере специально профессора. Приехал директор Кёстенского института из Лондона, Ксения Дэннон. Ее сопровождают из Останкина. В Потеряевку приехала. И видела, книги приобрела. Подарил ей. И говорит, когда приехал, мне половину не рассказали, что я там увидел. И пишет такую статью. То есть, ну, сошлось бы где-то. Ну, один бы хотя бы день. Увидели, что перед ними упырь-то. Упырь, пузырь, штырь, там, как угодно назови. Дальше. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Вот такие есть они, заклялись. Было же более сорока сделавших такое заклятие. Да. То есть, такие у меня есть. Я вижу, что иду. Каждое место Писания на мне должно проехаться. Я избранник Божий. Я иду за апостолом Павлом, подражая ему. 53 года, а не 2 года. Основатель детского лагеря. Единственного в стороне в советское время православного. И 44 года являюсь бессменным руководителем. Наверное, мы увидели. Тем более, такое внимание к нашему лагерю. И воздневидел Исаф Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исаф в сердце своем. Приближается дни плаща по отце моему. И я убью Иакова, брата моего. Убью его, убью его. Это вот и есть. Бог меня благословил, а их не благословил. Не может Бог благословлять необузданную такую ярость, злобу. И брать на себя миссию. Там Бог не отец. То есть, это даже дьявол не говорит. Он говорил, сяду в сонме Бога. Поэтому уже сел и за Бога отодвинул Богом. И все я решаю. Марьясов никто, кто только упырем считать. Не просто псевдоправославным-то. Понимаете? Такого даже не встретишь нигде. Помолитесь о них. И дальше один большой момент. Когда вышел царь Давид из Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова. Саулова. Опять Саулова. По имени Семей. Семей опять. Понимаете? Вот удивительное дело. Семей. Сын Геры. Он шел и злословил и бросал в камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Вот какой смелый был. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословив его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. И предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Вот кто упыль-то. Упыль-то, Давид. И этими словами говорит кровопийца, и он тоже говорит, кто такой упыль-то, кровопийца, кровь-то. Я нашел, они не знают Писание. Они не любят Святую Библию. Но Библия-то говорит в такое состояние-то, кто попадает. А да, я кровопийца. Ну дальше-то еще последует. И сказала Веса, сын Саруин, царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. Как будто с рукомойника покрышку снимет. Так, кого? Злословит. Он злословит мертвый пес. Вот это пес много, когда это кодло называется. Кодло. Кодло патриархийное. И они не могут успокоиться. Почему я говорю, патриархия это тройная ложь. Я доказываю, и хочу, чтобы там этого не было. И признаю ее благодатной патриархию. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит. Пусть. Ибо Господь повелел ему злословие Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Да, Господь позволил им, чтобы они злословили Игнатия. Игнатия из Барнаула. И сказал Давид Овесе и всем слугам своим. Вот, если мой сын, который вышел из чудеса моих, ищет души мои, тем больше сын Вениамитянина. Оставьте его, пусть и злословят. Пусть злословят. Ибо Господь повелел ему. Удивительное дело, повелел даже ему. Может быть, Господь призвит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Вот, что оказывается, для чего. Я о них молюсь. Видите, как я молюсь, не желая им зла. И Господь мне еще больше воздает. То есть, они увеличивают награду мою безмерно. Я этого даже не ожидал. Ефесянам, никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающих. Ну, еще вот он зашел, благодать доставил, и всех притом заливает. Тут на днях на меня вышел один священник, и книги попросил прислать ему, выслать-то. Да как он бросился на него, сразу он говорит, а что это такое? В Москве он живет, им разницы никакой нет. Патриархийный, за ним ни одного замещания нет. Мгновенно бросаются туда. Вот это и есть кодла. Шая, шайка. И не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречия, со всякой злобой, да будут удалены от вас. Вот они, какая злоба, злоречия, все это. Крещат-то как? Это не может, я рядом сижу, говорю громко, я глухой. А то, что крещат на всю вселенную, и все это выставляют в интернете. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. А им прощать нечего, я у них ничего не брал, за ними не гонялся. Первое Коринфянам 15. Не надо говорить, давай еще. Не обманывайтесь, худые сообщества превращают добрые нравы. То есть это сообщество, птицы, слетаются к подобным себе. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Ну вот упырь, они увидят мою жизнь, вот теперь я там восстановлюсь. Какая жизнь? Смотрите. Я показываю сертификат. Видно или нет? Считай, что написано. Сертификат участнику краевого конкурса «Социальная звезда» в номинации «Очистого сердца» Игнатию Тихаревичу Лапкину. Быть милосердным, щедрым быть. Людская память вам награда. Душа подарку будет рада. Нельзя не помогая жить. Печать – это оригинал. Представьте, я живу в одном месте здесь, больше полвека. Ну, узнали бы, что-то упырь, там, бурдалах какой. Это что, такой сертификат на дороге валяется? Положи. Дальше. Еще более сильную грамоту показываю. Не знаю, видно будет или нет. Читай вверху. Меценаты столетия. Меценатам столетия признали. Но не сам же я себе это присваиваю. Это бумаги эти. Еще дальше. Грамотно награждаются Лапкин Игнатий Тихоневич. За трудовые подвиги, на благо Родины и служение идеалам. Добра и милосердия. Ну, и ведь и печать, и все в подписи. Добра, милосердие. Вот в Далаху, упырь этого не делает. Ну, посмотрите маленько. Мне это доказывать не надо. Вы должны доказать, что это упырь. Лапкин Игнатий. А я, ну, на всякий случай покажу. Люди, потому что некоторые смотрят. Положи. Дальше. Вот это журнал. Вот, прочитай заголовок его. Министерство внутренних дел Российской Федерации, Департамент государственной защиты и имущества. Охрана называется. Охрана. Это журнал. Главный милицейский журнал. Ну, а еще толку-то, то, что он журнал. Да не что толку. Да посмотрите, что какая статья. Пиши, держи. Потеряевки огни не погашены. Прочитай. Это материал о деревне верующих. Казалось бы, при чем здесь охрана? Но судьба одного из героев, Игнатия Лапкина, была связана с неведомственной охраной, откуда и ушел он на пенсию. То есть, вот этот человек, который пишет, вот написал эту статью и получил премию от Состанкина в органах МВД. И смотри, какая. Вот я стою. Это Упырь стоит. Рядом священник. А Упырь, теперь вот он как пишет, что этот, который корреспондент пишет, не с налету. Он уже у нас 27-й год. А так, УВД края он. Галенко, смотри. Вот фотографии, посчитайте, сколько это. И как ребятишки, и как что здесь есть. Виктор там. Так это еще не все. Смотри, сколько фотографий. Ягненок. Вот. Это приехал глава администрации района. Он к Упырям приехал. Посмотрите. Дальше. Вот сколько. И посмотри, какая женщина. Ой, какой образ у нее. А кто это? Секретарь городского УВД. Саша Морозова. Вот смотри, как она оделась по-нашему. И не ей, а к Упырям приехала. Повторяю. Этот человек первую премию от Останкина получил в органах МВД. Ну ладно. Теперь. Вот русский дом. Попутно сказать. Считай. Журнал для кого? Для тех, кто любит Россию. Номер? Третий. 2014 год. Понимаете? Что? Это журнал по благословению Патриарха. Это первое, что. По благословению Патриарха. По благословению Крестьянкина. И по благословению Гурьянова. И вот здесь. В этот журнал попасть. Говорят, что это какая-то человек. Смотри. Другая статья. Таким же заголовком называют. Я да про это не знал. Сообщили когда. В этой деревне огни не погашены. Дальше. Это про упырей пишут. Посмотрите сколько. Вот епископ Максим. Он где-то в Ельце теперь. Дмитриев. Вот они где. Деревня у нас. Смотрите. Я стою с голубем. Вот это. Просчитайте маленько хотя бы. Вот эту статью. Влюбленный в Святую Русь. Влюбленный. Это меня называют. Упырь не любит никого. Он кровь пьет. Дальше. Миссионерская проповедническая деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина Просто потрясает своими масштабами. Откуда берет силы? Бог помогает. Коротко отвечает он. И добавляет. 50 лет назад встреча со Христом Преобразила мою жизнь. В 2012 году Лапкин предпринял Беспримерное миссионерское путешествие по России. Ради этого путешествия Был приобретен автомобиль «Газель». Трое людей и собака Переехали 250 городов России. И везде Игнатий Тихонович Оставлял в подарок свои книги. А издал он 38 томов Под общим названием «Открытым оком». Дальше. Ради того, чтобы их написать Освоил компьютер И провел за ним 30 тысяч часов. В книгах даны ответы на 4124 вопроса Которые ему задавали во время лекции В техническом университете. В тюрьмах. Отдельно был издан великолепно Оформленный с цветными иллюстрациями Густава Доре Трехтомник Нового Завета. Трехтомник. Чтобы толкование Навесного Нового Завета Откровения впервые за 2000 лет вышло. Упырь. Будешь этим заниматься? Закладочки цвета российского флага. О комментарии Игнатия Лапкина. Эти книги были подарены Владимиру Владимировичу Путину Дмитрию Медведеву Патриарху Кириллу За время поездки по стране Распространили более 6 тонн книг. За день Гайзель преодолевала Более 1000 километров. В 2013 году состоялась еще одна поездка. Теперь позади оставались Кавказские республики, А также 15 стран. Среди них Германия, Австрия, Сербия, Польша, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. За два года намотали 80 тысяч километров. И на этом Игнатий Тихонович Останавливаться не собирается. Вынашивая планы Дальнейших миссионерских путешествий. Потерявки Лапкин Показал мне старинный колокол Дар от людей, Которых он спас от беды. То есть это заключенные Они потом нашли меня, Которых я спас от беды И они встали на правильный путь. И подарили колокол. Где-то машина опрокинулась, Говорит, ну дальше. И даже дозволил мне Несколько секунд Побыть в роли звонаря. Звон у колока Мелодичный, долгий И очень чистый. Ощущение, что Уплывающий в окрестные дали Колокольный звон Он уносит все ненастоящее, Несвойственное человеку, Очищая душу. Вот так и братья Лапкины Бьют во все колокола в кавычках И свои потерявки. Словно созывают Вернуться в потерянную нами Русь. Все написал кто? Владимир Васильевич Ритунский, Спецкорреспондент Алтайский край. Русский дом. Вот этого дома, пожалуйста. Русский дом. Ну это что-то говорит. Теперь, вот с Новым годом, 2009. Это все дети. На чем написано? Встреча главы города С руководителями религиозных объединений. Вот они стоят. Вот глава города. Вот стою я. Это евреи, все-все собраны. У нас очень хорошая здесь Обстановка религиозная. Это конфессиональная или как назвать? Вот она где. Дальше. Девятый год. А теперь мы познакомились с главой. И здесь я гляжу, у него место пустое. А я решил не фотографироваться. Он мне машет рукой. Иди сюда. Это глава города. Вот она, я рядом стою. С этой стороны евреи в шляпе. Священники, старая брядца, православная. И никто не знает, что глава города зовет упыря к себе. Посмотрите. Ну это же документ. Встреча что? Главы города с руководителями религиозных организаций. Город Барнаул. 9 февраля 2010 года. Вот. Теперь мы проехали вот маленькие хотя бы. Книги в подарок. Немножко прочитай вот это. Встреча. Копии сняли. Тогульская районная газета. Игнатих, корейш, Лапкин, знаменитый современный православный миссионер, основатель села общины Потеряевки у нас на Алтае на этой неделе, побывал в Тогуле. Таких мест мы проехали 600 городов и сел районных. 600. Вот это да. Упыри. Дальше. Встреча с интересным человеком всегда в радость. Общение с ним помогает внутреннему развитию. Собеседник уже ушел, а ты еще долго размышляешь, вспоминаешь услышанное. Вот и встреча с этим человеком заставила задуматься о многом. Игнатий Тихонович Лапкин родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог, загробная участь, рай и ад, с младенчества. Игнатий Тихонович, занимался исследованием Слово Божие почти 40 лет. Игнатий Тихонович дважды сидел в тюрьме за то, что в советское время проповедовал. И даже в тюрьме он продолжал свое дело. Многих привел ко Христу и там. Каждый день, каждая минута дороги для него, как последний в жизни. Встает в 4.30 утра, молится и за работу. И так каждый день. Игнатий Тихонович издал 38 книг. В Тугул Игнатий Тихонович приехал по делу подарить свои книги библиотеке. Сумма довольно приличная, но только одно условие у автора. Не препятствовать учтению его книг пользователям библиотеки. Точно такие же книги получили городские и сельские библиотеки. Края Кемеровской и других областей. Оценить по достоинству произведение автора можно библиотеки имени Чебаевска. Ольга Воропаева, фоторедактор. Видите как? Они не знают, кто перед ними. Я хотел показать. Благодарность у меня примерно 600. И вот эта захвалница, это в таком виде она и есть. Сербия. С фотографией просто, чтобы видно было. Это вот документы в государственной библиотеке имени Ленина. Мои книги находятся. Вот это первое. Сейчас покажу. Вот она где. Подписи какие. Библиотеки президентской, парламентской, сказать, исторической. Благодарности только покажу. От кого? Министерство культуры Московской области о книгах пишет. Ну просто сфотографируй, чтобы видно было. Дальше. Это не все. Секретариат главы Чеченской республики. Это... Я беру маленькую долю только показать, что это... Видите, это даже не копия. Оригинал. Дальше. Вот от митрополита Корнилия Старобрященского. Письмо. Подержи-ка. Ну тут уже что скажешь. Дальше. Покажу сейчас еще. Вот от митрополита на проповедь. Какая у меня благословенная грамота. Митрополита Виталия. Русская православная зарубежная церковь. Там посмотрите. А это вот я лежал в больнице. Держи крепко. Почему я плохо слышу? Документ. Я не просто там, говорится, придуряюсь. А вот совет ректоров высших учебных заведений Алтая. Это обращение к главе или председателю законодательного собрания. За меня ходатайствует университет. Я не знаю, тут читать долго. Сделай, чтобы видно было. Совет ректоров ходатайствует. За лупыря. Вот еще совет ректоров. Поставь прямо. Совет ректоров. Деревенская община. Протокол. О чем? Собрание деревенской общины поселка Потеряевка, Мамонтовский район Алтайского края. За что? Почетным жителям, чтобы я мог ходатайствовать. Посмотрите. Переверни на ту сторону. Это документ. Ну, в деревне-то увидели бы, кто перед ними стоит. Или все. Все запуганные. Совет директоров, краевая прокуратура все время ходатайствует. Дальше. Доверенность. Еще одна. Почитай. Ставь прямо. Вертикально. Держи. А вот я в тюрьме. Какие благодарности получали? Это 17 благодарностей только из одной тюрьмы. И когда я уезжаю, в это время узнают, где я буду летом. Если захват заложников будет, что скорее меня. Упыря ищут они. Да вам эти милиции, заключенные-то глаза выколят. Языки отрежут. Если бы вы были здесь, вас бы размазали по стенкам. Это вы широкие там. Вас не было там, где я по тюрьмам шел. Дальше. Барнаульская епархия. Прочитай. Это митрополит мне пишет. Мир вам, Божие благословения, уважаемый Игнатий Тихонович. Благодарю вас за высокую оценку моих трудов на Барнаульской кафедре. С помощью Божьей буду и дальше продолжать свое архипастерское служение на богоспасаемой Алтайской земле, содействуя всему доброму, что происходит в жизни народа и церкви. Надеюсь, наше общение с вами будет и дальше продолжаться и укрепляться. Ведь все мы должны делать одно общее дело. Занести слово Божие людям с Божьим благословением. Сергий, митрополит Барнаульский Алтайский, глава Алтайской митрополитии. Пропал. Сейчас опять на него нападут. Держись, митрополит. Тут сейчас будут упыри лезть на вас. Вот это упыри. Кровь и жажду. 40 киллеров. А вот смотри, благодарность от патриархии какая. Подержи просто. Прочитай. Русская православная церковь, московский патриархат, екатеринбургская митрополия, храм-памятник по крови во имя всех святых в земле российской просиявших, духовно-просветительский центр, патриарши-продворье. Пропалитека Держана духовно-просветительского центра в патриарши-продворье с благодарностью приняла в дар от Лапкина Игнатия Тихоновича книги «Новый завет» столкования блаженного Феофилака с комментариями Лапкина. Симфония на житие святых, симфония на неканонические книги Библии. На Слово Божие нет уз. Библиотека Державная, Виткашеева, ЕВ. 2012 год, 12.07. Держи еще документ. Подержи. Ставь вертикально, чтобы вот так. Потребовалась характеристика для суда. Но считать не будем. Вот интересно довольно прочитать вам будет. Сделай так, чтобы потом читать там могли. Крупно. Дай знать, когда можно перевернуть. Это характеристика общины. Люди. Разные писали, а другие обработали. Перевращивай. Вот так поставь прямо. Посмотрите. Вот это упырь. Единственный упырь, у которого столько документов, которые показывают, что те, кто нападает, упыри есть. Крови жаждут моей. Все. Дальше. Это характеристику только пишут такую. Члены общины. Ты вот так поставь. А что ты так? Держи. Тут что-то начало, конца нету. Ну, ну, давай, давай. Показать надо. А там окончание будет. Все. Давай. Вот, а теперь с этой стороны покажи. Ну, если можно, просчитать. Все. Дальше. Алтайский государственный университет пишет. Отзыв на общественную деятельность. Суд железнодорожный. Упыря Лапкина. Ну-ка, давай. Что там этот упырь говорит? Или на упыря? Посчитайте. Держи прямо. Посмотрите, какая здесь головка. Вот покажите, у кого такое еще есть. Злодействует злодей и злодейский. А сами поют слава праведному. Держи крепче. Говорит, самый умный академик. Профессор, как мне ответили там, говорит, Семкин. Вроде бы даже еврей. Очень интересный человек. Все. Он как раз пришел на презентацию моих книг. Когда первые восемь книг вышли, и там с краевой газеты фотограф был, сфотографировал. Первые книги мои лежат. Я в это время был простывший такой. Специально мне рубаху шило Цингаева, чтобы одеть меня, как прилично, перед людьми. Видите как? Вот упырь стоит. Упырь, штырь. Надо жить интересно, весело. Я покажу, как надо жить. Теперь смотри. Отзывы. Деревенская община. О, да всех зазомбировал. Гуру. Гуруизм. Гуруизм. Так, чтобы могли просчитать. А еще вот, посчитай два указа. По одному подавай. Я сегодня особо тут. Меня вынудили просто. Доверенность это была или не была, я не знаю. Такая. Все? Вот так. Вторую. А, вот. Еще. Держи. Как Господь нас спас. Как Он дивно нас вел. Вот представьте себе. Ну, кто знает, я говорю, так вы скажите. А я тоже знаю. Это сплошь и рядом такое, как у вас. Если сплошь и рядом, покажите. Какой еще православный лагерь был 44 года назад в Советском Союзе? И сколько я претерпел за это? В 99-м году только за два неполных месяца 15 краевых комиссий. И все кончились ничем. Ничем. Я не знаю, доверенность это была, нет? Покажи. А это вот сейчас песнопение выставляем. Вот это. Покажи. Стихотворение, которое здесь есть. Я приезжаю в Москву тайно в советское время. Случай какой. Был ли где, кто не напомнит. Ночью приходят ко мне три епископа разрешить свои вопросы. А у меня грамот никакой нету. Значит, они знают, что идут не к упырю. Это одно. Дальше. Я в одном синоде был. И митрополит со мной фотографируется. А секретарь с синода. Я тоже хочу с Лапкиным сфотографироваться. А обо мне все знает абсолютно. В синоде. В Нью-Йорке. С митрополитом Виталием Устиновым. А секретарь, который говорит, я хочу сфотографироваться. Капрал. Теперь митрополит. Ну как. Первосвятитель или как называется. Иларион. И у меня фотография, и все сохранилось. Дальше. Посмотрите, что об этом говорит Библия. Сейчас я начну дальше говорить. Вот, прочитай. Посмотри. Вселгуд. Деяние 14.19. Из Антиохии и Икании пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а вселгуд. И возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Вот теперь мы это увидели. Теперь продолжаем дальше считать. Дальше. Теперь вы трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот он и ищет. Противостоять ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Вот само это страдания эти, конечно, переживаешь. Поношение, Златоуст говорит, это страшнее, если проказа и его был утерпел, а поношение не вытерпел. Это более страшное. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да осадилает непоколебимыми. Ну и это я чувствую помощь. Прошу всех помолиться, потому что мне это никакого вреда нету, это готовит венец. Видимо, мне уже пора уходить из жизни-то. И что дальше? Ему слава и держава во веки веков, аминь. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для всего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Ну как это, нападать, клеветать, обзывать, да священника для этого, внука скуратого, душителя. Что они, не понимают, что ли? Что это, грех. Рожденный от Бога не делает греха такого, такого никогда не будет делать. Потому что семья его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. А вы могли бы на них нападать? Да сохрани Бог. Гоняться по эфиру, выискивать. С Дудином там 9 было роликов, хорошие ролики, наши с ним беседы. И вдруг он изменился, измена, трусость и обман. И везде гоняются, убирают, взламывают, то есть это тролли, флуды. Дети Божьи, дети дьявола, узнаются так, всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. То есть вот этот, который нападает на меня, что они не говорят правду, это легко любой может понять. И не любят брата. А какой он нам брат-то? Я знаю, что они скажут. Златоуз говорит, нет ни одного человека на земле, который не был бы братом. Все общее, земля общая, земля, вода, воздух. И мы ответим, то есть они полностью одержимы. Это бесноватые, предавшиеся в руки дьявола. И может быть похулили Духа Святого. Так, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. И не давайте место дьяволу. Забота, о чем не давать место. Они дали место дьяволу. А успокоиться, если я умру, не успокоиться. Ну что нужно было иудеям, чтобы Христа не гнали, не клеветали. Умер он. А теперь, о, вы знаете, где этот Христос находится? Он в аду мучается, и там дерьмом захлебывается. Это на Христа говорят. Так что на нас-то его распяли, а нас еще не распяли. Облегитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Вот и противостали. Прошу помолиться. Они ничего не сделают. Это кодло, то есть бешеные псы. Это 20 глава, 29 стих. Деяние. Лютые волки, нещадящие стадо. Они ничего не знают. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Ну, противостаньте ему. Я за вами не гоняюсь. Не знаю даже, какие у них есть ресурсы. А у меня везде они. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. Вот так. Он и пришел тут среди детей Божьих. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. Вот где он был. Был он в Томской епархии. Дошел до Америки. Он все обошел. И что? А Ева нашел. И Господь похвалился Ева. А зря ли? Отними у него. Да будет ли он такой? Ничего. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаноем. Д.С. Д.С. Вот оно где. Обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Да. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. То есть эти все время, каждый день, каждый мой ролик, кто ко мне заходит, гонят дальше. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Я это доказал, я был в вузах, меня пытали с 62-го года, руки-то вывершены, в 62-м году еще были, а у них-то ничего этого нету. Я исповедник, исповедник Христов, не упырь, дальше. Итак, веселитесь небеса и обитающий на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. То есть он не просто дьявол пришел, он еще и своих служителей будет. Действие дальше. То есть это злословие вот это, через своих служителей, конечно. Дабы увлечь ее рекой. Рекой, то есть я чтобы увлекся и теперь только пульхался в этом. Но земля помогла жене и разверзла земля уста своей и поглотила реку, которую пустил дракона из пасти своей. То есть он через Куратовских, Дудинах пускает, а кто пожирает? А то их последователи, земляные люди, они рожденные свыше. Они все это глотают. А наши люди, друзья-то, они возмущаются, говорят, что они делают? Да как они? Я покажу не просто кого-то, а митрополитов, епископов. Вы, я говорю, будете искать по одной строчке написанное мною. Вот сейчас я покажу, где эта книга в интернете стоит. Вы откройте по заголовкам, прочитайте. И потом скажите, о, я знаю, таких людей много. Ну, Бог меня избрал, доверил мне. Доверил я его дело. И что дальше? И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. То есть на Марьясова, на других. Захороняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вот, на Соболева, на Андрусенко, на всех собирает. Дальше. Александр Жоуба. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Пишу по такому поводу. Вы сказали, что привезли к нам в осеннике ваши книги. Я сходил в библиотеку, но там сказали, что их нет. Это значит, сказали нет. Вы извините ради Бога. Может, я не так поняла, где находятся ваши книги. То есть они приходят к попы и говорят, книги эти ценные лапки. У нас в семинаре они нужны, выманывают. А она если прихожанка, ну а когда вернут? Ну зачем вернут-то? И они показывают, действительно принесли. А в другом месте, там где он находится, Тимир Тау-то, пришли, а там люди-то наши сидят. Да нет, нет, поп сразу завертел хвостом, говорится, и назад. Да нет, я просто так хотел вымануть. То есть находят книги. А находят и сжигают. Но достоверных доказательств нет пока, ни одного. Ну неужели непонятно, такую книгу в руках держать и сжигать? Это в библиотеке президентов. У меня благодарности откуда? Ух, в королевских библиотеках, там они ничего не могут попы сделать. Они не могут же в Великобританию поехать, в Данию, в Лиссабон, в Испанию, где мы проехали. Дальше. Елена расслышала. И еще просьба. Если есть возможность, оставьте для меня книги. К истинному православию и весь новый завет с толкованием. Да. Как будут деньги, я их сразу выкуплю. Ну пиши адресы. А то не хочется за ними гоняться, а охота лишними книгами. Ну видите, как погасло, допустим, электричество, и ни одного ресурса нету в электронной версии. А книга, это книга. Тут спрашивать не надо. Заранее спасибо. В каждой книге 64 страницы светных фотографий. Еще раз говорю. Это не просто книги, а это документы. Вот здесь вот. И тут и с епископами, где находимся, и просто надо увидеть. Вот. Я сижу с книгами. Вот они, книги, как выглядят. Все книги. Метр сорок. За девять лет. Вот они лежат на столе. Дальше. Сергей Кузьеванов. А так? Выкуплю так. А ты написал, да? Все сказал. Да. Сергей Кузьеванов. Игнатий Тихонович, где ее нашли? Какого лесу? То есть там женщина, с которой недавно была Мария, беседовали-то с Еленой. Сейчас сложно найти школьника семи, восьмого и старших классов, чтобы у него не было страницы ВКонтакте. И это общеизвестный факт. Такие, как эта Мария, очень редкий экземпляр. Дмитрий Медведев обещал сделать доступным интернет всем желающим. Кто ищет, тот всегда найдет. А так да. Собеседница интересная вам попалась. Необычная такая. С удовольствием посмотрел ролик от начала до конца. Спасибо вам большое. У Сергея Кузьеванова. Я его не знаю, не встречались нигде. Но он со дня, как только в форум, ну на другой третий день пришел-то. Вот теперь на него кидайтесь там. Заливайте его. Он вам подскажет, может, как зубы чистят. Дальше. Игнатий Тихонович, на восьмой минуте вы перечисляете, как за вами гонялись, и вы всегда впереди них. Это он говорит. Там, мне кажется, и сейчас за вашими участниками скайп-бесед стали гоняться. То вы опять шагнули вперед, отвечая каждый день на десятки вопросов в ежедневном выпуске событий вопросов. Гонялись за единицами в скайпе. Теперь, я думаю, вы им усложнили задачу, так как вы отвечаете ежедневно десяткам людей. Да, вот как. Понятно, кто они такие. Вот я показал от Корнилия, просят порецензировать книги. Не кто-то, митрополит старообрядческий, на рецензии присылает кому. У них другая биография. И дальше. Прошу молитв об усопшей матери Елены Широковой. Дальше. Миров Игнатий Тихонович, 10 февраля 2016 года, после тяжелой болезни, умерла моя мама. Ваша почитательница Ольга Ивановна Черняк из Чемкента. Прошу ваших молитв. С уважением, Елена Широкова. Она с группой была. Приезжала в свое время. Очень хорошая женщина. Вот это от десятины. Потом я прочитаю, покажу. Что-то не считал даже. Вот как и год. Я некоторые посмотрел, может быть, людям понравится. Посмотрите, как играет. Какие талантливые люди. Вот. Это фотографии какие. То есть я много смотрю. Вот посмотрите. Может быть, тоже найдете. Теперь про книги наши. Смотрите. Вот где книги выписывать. Девять из десяти книг, 90 процентов, даром у меня ушли. А всего тысячи. Осталось книг очень-очень мало. Дальше. Посмотрите. До слова божьего нет ус. Вот она. Вот эта книга. Дальше. Сколько стоит все. Посмотрите. Сфотографирую. Дальше. Это мы все показываем. Что мы могли сфотографировать. Дальше. А вот теперь посмотрим еще нечто. Вот. Вот наш сайт. Еще раз говорю. Вот книга. До слова божьего нет ус. Вот она, которая лежит здесь. 752 страницы. Я ткнул. Пошли заголовки. Вот. Почитайте заголовки. Сейчас пройдем. И зайдите и прочитайте. Заголовки. Вот любой заголовок синим ткни. И откроется весь текст. Почитайте. И кто-то дайте отзыв. И здесь все абсолютно. И совет депутатов. И до самых больших людей. Здесь и заграниц. Это все в книге. Вот в этой. Вот только. Смотрите. Это заголовки только. Это очень интересно. Какая борьба была тут. С лагерем. С книгами. Все везде разгромлено. А наше дело стоит. Ничего не могли сделать. Никто. Это Господь так сделал. Все это благодать Божия. Что я сделал? Я это невозможно человеку. Никак. Это показывает содержание книги этой. Посмотрите. Знаете, как вас заинтересует книгу эту? Увидеть. Это вы в электронной версии можете почитать. Вот она где. Ну-ка маленечко прочитай заголовок. Как появилась книга. В предисловии. Как появилась эта книга? После того, как Игнатий Тихонович Лапкин вернулся домой из лагеря. Друзья, упросили его рассказать о 50-месячном пути. И дальше вот она идет. Все. Видите, вся книга здесь находится. Заголовки, автобиография. Все здесь есть. Вот. Дальше показываю. Вот. Александр Марьясов. Вот. Пока говорили, он зашел. Еще он тут пишет. Прямо сходу, по-горящему. Что? Доброе утро вам всем. Игнатий Тихонович. Вчера просмотрел эту ссылку. Церковь у нас одна и другой не будет. Это вот вверху, вот это вот. Дальше. Она написана так, как будто батюшка, написавший ее, смотрел все ваши ролики. Да. Посему, как эта статья повторяет каждое сказанное вами слово. Но более в мягком выражении. Именно задеты все те вопросы, которые волнуют многих верующих людей. И самое главное, указано на истинное подтверждение того, что в церкви одна ценность. Это спаситель наш Иисус Христос. Ну, видите, как может с наших книг. Мне говорят, вот многое там считает, выступает даже Осипов. Кураев говорит, ну, прямо цитирует с ваших книг. Ну, Кураев приезжал сюда, брал книги-то. Все у него книги-то есть-то. Ну, как-то я был какой-то конгресс. Конгресс тут меня везде вызывают. Ну, всем дают там 10 минут после общего докладчика. А мне 5 минут. Всегда одинаково. Ну, я за 5 минут успеваю сказать больше, чем за 10. Ну, я думаю, скажу так, сижу и думаю, как раз тема такая. Я скажу об экстремизме решила. И вдруг передо мной выходит доктор юридических наук, профессор Сорокин. Виталий. И говорит, как будто из моей книги считает. Я выходить, я говорю, да кого он все сказал, что я хотел сказать. Но я только подтверждение дам. Пришел, давай звонить главному редактору Клименко Владимиру Педоровичу. Я его знаю. Я говорю, а кто он такой? О, это такой человек. Он такие книги пишет, там воспоминания об этих, которые здесь были первые секретари. Я говорю, а телефон? Дал телефон, я ему звоню. Виталий, кажется, Сергеевич или как-то. Я говорю, а как вы могли такое сказать-то? Как? А у меня там сколько называют? 20 томов открытым окном стоят зря дома. Он, оказывается, приходит и покупает в магазине книги мои. И по ним теперь ведет занятие. За мной нельзя гоняться. Бесполезное занятие. Вы только усиливаете. Вот стали гоняться. У нас на форуме у меня посещение так 320. Ну, среднее так держится. Это те, которые постоянно. Тем более никаких выпадов-то нет. И вдруг сразу 6600 в 20 раз увеличилось. Благодаря вот этим Скуратовым, Скуратовским, там, Дудка эта, Дудита, которая. Ну, вот и все. И теперь надо показать еще наш православный видеоканал. Тут более 4000 роликов. Прекрасный канал. Сколько просмотров? 2 миллиона 138 тысяч 144 просмотров. Подписчиков сколько? 3 тысячи 21. Вот. Они бы сожрали сегодня, но, видимо, ничего не могут сделать. Ну, помолитесь, чтобы Бог сохранил это все. Дальше. И каждый день выставляется жития святых. Вот. Жития святых. Я не святой. А вот они святые. Считай по-английски. Lives of the saints. Так. И вот они идут. Это 80-е годы, как я насчитал. Нашелся человек, который, ну, на это пошел. Вот здесь вот есть статья. Игумен приезжал, патриархийный. Отец Сахаров. Ой. Уже час 23. А? Уже час 23. Сейчас 23. А ты пальцы-то не поднимал. На кого я не видел. Документов сколько? Даже и форум не зашли. Во славу Божию. И кто поняли это, помолитесь. Скуратовского Виктор звать. А Дудина Сергей. А там какой-то Дулевич еще. Антоний вроде звать. Кто к ним пришел на эту шатю. Д. Опять Дулевич. Интересно. Там Самсонов на букву С. Помогает Алексей. Ну, помолитесь за них. С и Д на меня лезут. Ну, я вижу, Сатана дьявол. А люди-то тут, ну, просто сосудами его стали-то. Да помилуй ты их, Господь. Да прости ты. Я молюсь за них каждый день. Чтобы Бог на страшном суде не вменил им этого безумия в грех. Богу нашему слава. Благодарю, Никита. Спасибо, Христос. Володя тут снимал все.